Всем привет, с вами я Хайпусик, и сегодня я решил сделать для вас ролик. Да, я поработал в золых 5 дней, если вообще, выпуская этот ролик, когда я его записываю. И сегодня я решил сделать не такой уж и простой ролик. Сегодня я решил сделать разбор на самого главного дезинформатора тиктока по Стандол 2. Да, он не главный дезинформатор, я просто преувеличил. Ну и дайте просто, чтобы вы понимали, что он говорит в своих тиктоках, я просто включу его один тикток. Ютубер Веля, известный своими стримами по игре Стандол 2, оказался жертвой мошенника. По информации, полученной из источников близких блогеру, неизвестные злоумышленники смогли получить доступ к аккаунту Вели и обокрали его на огромную сумму, 2 миллиона голды. По предварительной информации, преступниками оказался близкий друг популярного ютубера, который отправил ему подозрительную ссылку. Веля уже обратился в правоохранительные органы и надеется на скорое разрешение данной проблемы. Вы, наверное, мне скажете, но снимает он такие ролики, какая разница, все равно ему никто не поверит. Но что, если я вам скажу, что на подобном контенте набрал уже 3000 подписчиков? Кстати, его никнейм СО2.КУ. На аватарке, скорее всего, его фотография. И давайте разберем еще несколько его роликов, чтобы понимали абсурдность его канала. Компания Аксел Болт, то есть разработчики игры Стандал 2, объявили о переносе пятого сезона на сентябрь. По словам представителей компании, это связано с необходимостью дополнительного тестирования новых функций и исправления ошибок. Тем временем, фанаты игры выразили свое недовольство, заявив, что они ждали новый сезон уже слишком долго. Однако Аксел Болт заверили, что новый сезон будет более интересным и захватывающим, чем все предыдущие. У нас уже полным входом идет новый пятый сезон, а учула он выйдет только в сентябре. Понимаю, еще один ролик. Сегодня разработчики популярной игры Стандал 2 порадовали своих фанатов новостью о скором выходе обновления игры. В трейлере нового сезона были показаны новые персонажи, оружие, карты. Команда разработчиков обещает, что обновление будет выпущено до 5 апреля, чтобы игроки могли насладиться новым контентом в полной мере. Все фанаты Стандал 2 уже не могут дождаться выхода обновления и готовы отправиться в бой на новых картах. То у этого тиктокера обновление выйдет в сентябре, то уже до 5 апреля. И, во-первых, где разработчики говорили, что обновление выйдет до 5 апреля, это, наверное, говорил только Вели, если он вообще говорил, что именно до 5 апреля выйдет. И давайте еще ролик о 2.3, потому что, я думаю, вам уже надоело слушать его ролики, и я считаю, разбор будет окончен. В новом трейлере Стандал 2, который они только что выпустили, слили медаль, которую вы получаете после покупки пасса. Она будет выглядеть вот так, значок иллюмината, что ли. Короче, этот значок очень напоминает мне один значок, изображенный на долларах США. А значок этот обозначает, что на земле есть тайные правители мира. Что вы понимали, этот значок у него был на стакане и на кружке. И этот бихолдер, так называемый, ну, у него такое имя, в комиксе обновление Project Pandora. И не знаю, чем он думает, потому что это просто его значок, его компании, наверное, наблюдающей за террористами и спецназами, и дающие команды террористам. И, возможно, тоже спецназам. Ну, он, короче, как вы поняли, очень много дезинформирует. Создатели мобильного шутера Stand Off 2 объявили о громких изменениях в игре. Они заявили, что карту Sandstone перестроят с нуля для обеспечения максимального баланса. Новая версия карты будет иметь более мелкие размеры, а также новые зоны для того, чтобы игроки могли лучше укрываться и обходить противников. Кроме того, создатели добавят новые оружия и гаджеты, которые помогут игрокам в борьбе за победу. Обновление карты Sandstone обещает быть настоящим прорывом в мире мобильных шутеров. Вот именно из-за таких якобы сливаторых новых обновлений Stand Off 2 в ТикТоке начинают жаловаться, почему же не обновили Sandstone. Ну, я так-то тоже против этого, но у них такие мысли появляются именно после просмотра вот таких вот якобы сливых новых обновлений. И покажи мне хотя бы одну запись, где говорили, что изменят Sandstone. Да, Велева, возможно, какие-то свои намёки делал, но он говорил-то, что он так думал. Ему разработчики не сливали информацию. Сегодня наконец-таки слили аватарку нового обновления 0.23.0 в Stand Off 2. Её слил Веля в своём телеграм-канале. Ну и естественно, конечно же, сначала Веля не забыл похвастаться своим дорогим инвентарём перед подписчиками, только после этого показал новую аватарку. Ну а что... Во-первых, её слил не Веля, а Union Community и InVision News и другие новостные паблики. А Веля лишь посмотрел инфу и прислал своим подписчикам в телеграм-канал. А во-вторых, где он говорил, что именно он эту информацию нашёл. Он просто посмотрел этих новостных каналов. Ты просто дезинформируешь своих подписчиков. Я думаю, вы кринжа уже нахватались на всю свою оставшуюся жизнь. И на этом ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok